Матч восьмого тура с Микой был для Бананца одним из трудных. Автором первого мяча стал нападающий хозяев Артём Адамян, который воспользовался тем, что Ганиев несвоевременно вышел из ворот и неловко отбил мяч. Что же касается второго мяча, то тут неудачно сыграл бывший легионер Бананца Артём Явланов. С близкого расстояния тот же Адамян увеличил счёт. Относительно Бананца следует сказать, что наши игроки в этот день полностью уступали сопернику. С первых же секунд матча, составившегося 18 июля, Банан сразу дал понять, что играть собирается лишь на победу. На 11-й минуте игры взаимодействие между, опять-таки, бывшими легионерами Юрием Дудником и Дмитрием Гушилой увенчалось успехом. Хозяева поля пришли в себя спустя 12 минут. Наш вратарь слишком сильно ввел мяч в игру и дежуривший там Тигран Давтян не промахнулся. Шквал забитых мячей продолжился в течение первых 45 минут. После розыгрыша углового Мика опять вырвалась вперёд. А спустя 3 минуты, воспользовавшись пасом Дудника, Арарат Аракелян сравнял счёт. Хозяева поля в третий раз достигли успеха на 43-й минуте. Нападающий Бананца Арам Акупян, получив пас в непосредственной близости от ворот Гарника Уганесяна, не оплошал и сравнял счёт. Во второй половине матча соперники забили лишь по голу. На этот раз отличился Артём Адамян. А последний мяч в этой игре забил вышедший на замену Тигран Карабахтян. В последнем матче с Микой на поле развернулась борьба, в которой не хотел уступать ни один из оппонентов. Что же касается мяча забитого ворота Бананца, то он состоялся уже на первой минуте и явился результатом несогласованных действий наших защитников. Спустя 20 минут подопечные Ашота Барсахьяна сумели восстановить статус-кво. После удара Арама Акупяна на добивание подоспел Тигран Карабахтян. На последних минутах первого тайма защитник Бананца Карен Симунян сыграл грубо в собственный штрафной и арбитр Налбандян назначил 11-метровый. Пенальти реализовал автор первого мяча Артём Адамян. Вторая половина прошла с подавляющим территориальным преимуществом Бананца. Атака за атакой следовали на ворота Феликса Акупяна. Но наша команда, не сумев спасти игру, продолжает заниматься четвертое место в турнирной таблице.